Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Не могу справиться с эмоциями, если что идет не так или происходит какая-то ситуация. Проявляется это в том, что начинаю грубить и высказывать недовольство близким людям. Еще не могу смириться с тем, если все проходит не так, как я ожидала и хотела, что посоветуете. В дальнейшем ищу психолога, который помог бы с этим справиться. Ну, смотрите. Значит, если вот вы взрываетесь, да, начинаете грубить, то, на мой взгляд, здесь совершенно очевидно то, что вы напряжены были. Ну, до этого. То есть, вот, до того, как случилось эта ситуация, вот, вы были напряжены, скорее всего. Вот. Вот. Вы себя, скорее всего, сдерживали. Вот. В чем-то. В чем-то, да, как-то. И, соответственно, напряжение, получив толчок, вот. Получив, что называется, разрешение, вот, ну, начинает себя проявлять. Вот. Поэтому смотрите, смотрите. на мой взгляд. На мой взгляд. Нужно на то, что происходит раньше с вами. Вот. Смотреть нужно на то, что вы чувствуете, раньше. Вот. До того, как, значит, у вас случается взрыв. И, соответственно, отслеживать где-то, отслеживать это заранее, да, и вот выражать. Так, скажем. Вот. Это первое. Первое. Что я хотел бы сказать. Второе. Ну, грубость. Вот. Тот. Которую вы проявляете. Своим близким. Может быть, вполне естественной, вполне нормальной. То есть, у вас, ну, на самом деле. Какие-то вещи могут раздражать. Вот. Вот. В близких людях. Вот. Какие-то вещи вам могут не нравиться. И, на мой взгляд, в этом абсолютно ничего нет. Аномального. Вот. Только, опять же, здесь ситуация в том, чтобы это замечать. Вот. И, ну, именно, именно вот замечать эту ситуацию. Замечать вот такие ваши проявления, да, и выражать их. И, выражать их. Опять же, выражать и проявлять. Вот. Собственно, вопрос, да, такой вот. А что, 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 вам не нравится? Нет ли у вас такого, например, что вы себя как-то, ну, как-то сдерживаете, да? Вот. Что вы, ну, не позволяете себе проявляться. Вот. А что касается второй части вашего текста, то, на мой взгляд, речь идет про контроль и про недоверие себе. То есть, желание контролировать то, что происходит с вами, да? Вот. Желание, чтобы было все по-вашему, показывает, на мой взгляд, то, что вы не доверяете себе и вы не очень, не очень гибки в своих проявлениях, так скажем, да? То есть, ну, мы на что-то настроились, на что-то нацелились, вот. И, соответственно, вам сложно, сложно уже вот переключиться, да, получается, на что-то другое. Это вот такая негибкость, да, стремление к контролю, конечно, портится довольно много крови и тратит, ну, большое количество энергии, энергии вашей, в том числе. Вот. Поэтому я думаю, что восстановить некий такой контакт с собой, да, научиться слушать свои чувства. Вот. И вследствие этого почувствовать динамичность вашей личности, динамичность вашей личностной системы, вот, позволит вам гибкость обрести. Ну, то есть, вот. С собой гибкий. Вы говорите, что не можете смириться. То есть, вас это как-то задевает, то, что происходит не так, как вы ожидали и хотели. А как вас это задевает, чем? Вот. Попробуйте. Попробуйте тоже на этот вопрос ответить себе. Вот. Что касается советов, то психолога советов не дают, да, вот, поэтому тут только индивидуальная работа. Вот. Для начала сформулируйте обратную связь, вот, по тем моментам, которые я обучил. А дальше уже будем смотреть. На этом все. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь.